всем привет мы тихо разговариваем у нас папа лег поспать в общем 7 30 да мы еще сегодня не доедем на море что-то мутный телефон снимает в общем 7 30 утра мы уже позавтракали проехали мы рязань остановились поселок тут желтухина по моему там кафешка заправка общем мы остановились позавтракали и вот на несколько часов мы пока папа спит мы думали погулять но на улице так холодно егор меня дожевывает потому что его накормить невозможно все что съели взрослые ему этого не хватает он вас вечно голодный студент на его там у меня василиса василиса скажи всем привет кто-то зайца с собой взяла лирка спит снежка тоже немножечко взяла в общем едем мы к морю добрались мы до первого платного пункта дороги вернее до пункта взывания платы в общем это первый наш участок платный 110 р мы сейчас отдадим на пользование дорогами там остальные будет отключено внешне обитание так держу так уже случилось это засвечивает в общем и кушать приехали знаю папа сказал больше меня слушать не будет заедем впервые попавшийся трактил в него заехали весел гвязный такой стол такие соломки такая лера вся грустная ягод за это стол не хочу садиться лет насадись вытерли все тем более что в тарелке тюре на будет на михать раритетная маечка у нас у миши в дороге и горку маши всем ручкой кушать хочешь да василистов привет всем скажи на мишкин телефон мой машине остался всем привет так держи выключать пообедали мы в этом кафешке как он называется трактир до трактир это уже после воронежа да ну вот что хотим сказать еда съедобная там дети блинчики взяли сосиски в тесте мы взяли пюре с отбивной папа шашлык взял борщ солянку лера там рис брала в общем все съедобное но вот сама организация нас вообще поразила не оформляется заказ то есть девушка раз 3-4 прибегала уточнять все ли нам принесли все нам перепутали одну положили не к тому вот и у нас в ивановской области у нас все настолько запуганные вот этими всякими проверками и по кассовой дисциплине и по всем прочим что у нас чек чуть ли тебе не в тарелку записывают здесь даже разговора нет о том что тебе выбьют чек кассовый даже письменной никакой не выдали сколько мы тут оставили ну в принципе на такую семью это нормальный чек 1350 но мы не берем полный комплексный обед например на каждого ребенка потому что я знаю что они не съедят потому что большая тарелка борща для ребенка и для взрослого человека надо понимать что ребенка ее не съесть в общем мы взяли столько сколько съели съели все за как мы говорим да за что уплочено должно быть проглочено все очень едем мы дальше а видно нет в общем как в тумане едем горят поля живут немного поменьше жарко наверное я говорю я не знаю почему тут уже достаточное явление а сейчас проезжаю прям пелена стоит и видно огонь большой почему-то нет пожарных странно ничего не тушат ты в прямом эфире свои эмоции выражаешь всем еще раз здравствуйте мы проезжаем по платному участку дороги только что мы заплатили за него 100 рублей стоит мужчина предлагает нам объезд по полям на нем такси написано может дороже и горка ты что там шмыгаешь над салфетку там увеличить видно будет хвостик машин уходит туда между холмами в общем я так думаю тут мы долго теперь проедем платные дороги вот такое название поселка мы проезжаем машите ручкой чем мы въезжаем на крымский мост тут ничего интересного уже не будет все закрыто вот такой длинный мост огромный сейчас он еще возвышается чего а я ничего не говорю что тут говорить эмоции одни эмоции вот если бы мы были на газели конечно мы были повыше немножко и можно было заснять вид и все а так у нас легковая машина мы видим только граждение ну что ж дай мой мост видимо да ж дай мост он здесь рядышком прям будет проходить ж дай мост